Он мог стать простым часовщиком, но завоевал популярность и любовь у целого мира. Его звали в Голливуд, но он отказался. Он не красавчик, но в то же время секс-символ и мечта миллионов женщин – легендарный Адриано Челентано. 6 января артисту исполнилось 84 года. Мы захотели узнать, как сейчас живет мужчина, о котором мечтали прекрасная Арнелла Мути, легендарная Софи Лорен и блистательная Федерико Моро. Почему Адриано перестал сниматься в кино, чем сейчас зарабатывает на жизни, как сложились судьбы его детей. Подписывайтесь на наш канал и давайте выясним, почему Клаудия Мори простила неверному мужу все измены. Оказывается, дело не только в большой любви. 6 января Адриано Челентано исполнилось 84 года, но кажется, возраст над ним невластен. Этот мужчина в своем роде уникальный. В нем всю жизнь сочетались ловеласы, однолюб, хулиганы, борец за справедливость, лентяи и трудоголик. Настоящая гремучая смесь. Челентано называют человеком на пружинах. Он и актер, и певец, и шоумен, и народный любимец, и политический активист, и даже мастер по ремонту часов. Но Адриано любит не только за яркие роли и душевные песни, но и за то, что он всегда на старании народа. Во время кризиса в Италии в 2012 году артист дал большой концерт, продавая билеты по одному евро. Так он поддержал народ в трудное время, не думая о личной выгоде. Какое доброе сердце и как много талантов. А ведь мир мог их не увидеть. Адриано был бедным пареньком и уже с 12 лет работал, чтобы хоть как-то помочь семье. Но Челентано не унывал, а постоянно развлекал всех песнями, танцами и розыгрышами. За это соседи прозвали его босоногим землетрясением. Мальчик постоянно прогуливал уроки, и это однажды спасло ему жизнь. Осенью 1943 года в здании школы попала немецкая бомба. Но Адриано в тот день опять прогулял и выжил. Этому парню не нужны были биология и математика, а вот музыка совсем другое дело. В юности Челентано влюбился в рок-н-ролл. Он создал рок-группу Rock Boys, а спустя несколько лет начал выступать как сольный артист. Это был успех. Адриано не только талантливый певец, но и потрясающий актер. Укращение строптивого и безумно влюбленный – это одни из лучших его фильмов. И не только из-за невероятной харизмы Челентано, но и благодаря настоящей химии между ним и прекрасной Арнеллой Мути. Но не стоит забывать и о других выдающихся киноработах с Челентано. Это комедии «Блеф», «Бархатные ручки» и «Бинго-бонго». А еще судьбоносная картина «Какой-то странный тип», которая подарила Адриано любовь всей его жизни – Клаудию Мори. Знаете, почему Челентано выбрал именно эту женщину? Да потому что она его отвергла. Челентано явился на съемке в грязной рубашке, сандалях, на босу ногу и с гитарой в руках. Клаудии это не понравилось. Хулиган, ловелас, гуляка и вовсе не красавчик. Такой мужчина ей точно не пара. У меня плохой характер. Это у меня-то он плохой? Да! За актером уже тогда бегали сотни красавиц, и он менял любовницы одну за другой. И вот нашла коса на камень. Клаудия сказала ему нет. Адриано пообещал любой ценой завоевать строптивую красавицу, но у него ничего не получалось. Если бы не авария на съемочной площадке, этого романа длиною в жизнь могло бы и не быть. Однажды на сцене море так вошла в роль, что залила водой электропровода. Из-за замыкания взорвался плафон, осколки разлетелись и порезали Челентано щеку. Чувствуя себя виноватой, Клаудия согласилась на чашку кофе и потеряла голову от страсти. И вот признание в любви прямо с большой сцены и красивая свадьба, которая едва ли не сорвалась в самый последний момент. Перед церемонией они поругались из-за галстука Адриано. Клаудии он категорически не понравился, но Челентано все же удалось убедить любимую не портить их свадьбу. Мир да любовь? О нет, точно не в этой горячей семье. Адриано Челентано даже после свадьбы продолжал соблазнять самых ярких красавиц. Он влюбил в себя Федерику Моро, Кароль Буке и даже Арнеллу Мути. Ты влюбилась в меня. Кто, я? Точно, каков будет твой положительный ответ? Да, возможно. Мы посвятили роману Арнеллы и Челентано целый ролик. Это настоящие итальянские страсти с неожиданным финалом. Ссылку на него вы найдете в описании. Случайный роман на съемках фильма «Укращение строптивого» чуть не разрушил сразу две семьи. Арнелла бросила мужа ради Челентано, а он подумал-подумал и вернулся к жене. Я верю в вечную любовь и уверена, что Адриано не предатель по своей природе. Я простила его. Клаудия оказалась терпеливой и мудрой женой. И дело тут не только в большой любви. Ради мужа Мори пожертвовала своей карьерой. Она стала для Челентано всем. Женой, продюсером, имиджмейкером, маркетологом, директором семейной компании «Клан Челентано». Мало кто знает, что сценический имидж хулигана, вызывающий костюмы и подбитый левый глаз, придумала именно Клаудия. Без этой женщины Челентано никогда бы не достиг такого успеха. Клаудия Мори отличалась не только необычной красотой, но и острым умом и хваткой настоящей бизнес-леди. Она специально устраивала семейные ссоры на публику. Вальс среди дороги в честь выхода новой ленты, скандалы на железнодорожных путях. Все для того, чтобы про Челентано говорили и писали на первых страницах газет. Потерять такую женщину – это все равно, что потерять себя и свою славу. После романа с Арнелло и Мути Адриано перестал копировать изящного красавца Марчелло Мастрояни и заводить интрижки на стороне. Лишь один раз в жизни они с Мори серьезно поссорились, и Клаудия сбежала в город. Адриано послал жене любовное письмо на 32 страницы. Сердце Клаудии растаяло, и она вернулась домой. С тех пор они живут душа в душу. Однажды цыганка мне сказала, тебе повезет с мужем, но будь осторожна. Клаудия Мори подарила Челентано троих детей. Старшая дочь Розита тоже стала певицей и актрисой, правда, они такой известны, как ее отец. А вот младшая дочь Розалинда выросла настоящей бунтаркой. К примеру, она могла сбежать из дома и несколько месяцев жить с бомжами. Розалинда открыто заявляла, что любит и мужчин, и женщин, и однажды у нее был короткий роман с самой Моникой Беллуччи. Но кинодива предпочла Венсана Касселя. Дочь Челентано в отчаянии наглоталась таблеток со снотворным, но врачи вернули ее к жизни. Однажды Розалинда призналась, что в детстве им не хватало отца, который постоянно был в работе. Папы в нашей жизни было очень мало, он всегда был занят, думал в первую очередь о себе. Нам сильно не хватало его внимания и любви, но артисты – существа крайне эгоистичные. По-моему, им вообще не следует иметь детей. Но это совсем не значит, что я не люблю своих родителей. Самым спокойным ребенком Челентано оказался средний сын Джакумо, который даже хотел стать священником, но все же выбрал сцену. Он женился на милой девушке Екатерине и подарил Челентано внука. Артист был абсолютно счастлив. «Мой отец словно снова очутился в детстве. Когда он играет с моим сыном, я задаюсь вопросом, а кто из них ребенок?» В этом году Челентано и Мори отмечают 58-ю годовщину со дня свадьбы. Они живут на собственной вилле у подножья горы Монте-Баро и выглядят совершенно счастливыми. После романа с Арнеллой Мути в качестве извинения Адриана подарил Клаудии фонтан с ее статуей. А на золотую свадьбу на этом фонтане появилась надпись «И сегодня мы все еще любим друг друга». Челентано уже давно не выходит на сцену, но в 2019 году он выпустил анимационный сериал «Эдриан» о часовщике, который стал борцом за справедливость. Это история самого Челентано. Артисты в самом деле обожают ремонтировать часы и делают это с 12 лет. 6 января Адриана Челентано исполнилось 84 года. Все бури и страсти в его жизни остались позади. Артист почти не появляется на публике, он пишет музыку и проводит время с любимой женщиной. Адриана Челентано мог бы стать звездой Голливуда, но отказался лететь в Штаты, так как ужасно боялся самолетов. Лишь однажды артист заставил себя побороть страх и прилетел в Москву, чтобы дать два концерта. А со съемками в кино легендарный актер завязал еще в 90-х. Надоело. Да и сценариев хороших нет, чтобы мне понравилось. Не хочу, чтобы меня плевались, приговаривая. Раньше в таких замечательных фильмах снимался, сейчас сплошной кошмар. Сейчас Адриана Челентано может позволить себе жить в свое удовольствие. У него есть роскошный особняк за 27 миллионов долларов, 30 домов в Италии, несколько часовых мастерских, но самое главное – любимая женщина, верная, мудрая и прекрасная. Вот так яркая и насыщенная карьера артиста закончилась тихой семейной жизнью. Что ж, Челентано это заслужил. Вы согласны с нами? Ставьте лайк, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и хорошего вам настроения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!